Добрый день, уважаемые телезрители! Эфир телеканал «Россия» продолжает программу «Первые лица» и сегодня в студии Государственного телевидения управляющий региональным отделением Фонда социального страхования России Сергей Фролов. Сергей Валентинович, уже целый год действует в России электронный листок нетрудоспособности, но все-таки по-прежнему ульяновцы есть случаи, когда ждут привычный синий бланк при выписке из лечебного учреждения. Каковы итоги? Подводя итоги, я бы, наверное, сказал, ульяновцы уже, наверное, не ждут, а уже знают, что имеют такую возможность получить листок нетрудоспособности в двух видах. И те итоги, я чуть позже скажу о тех цифрах, говорят о том, что все-таки развитие листка нетрудоспособности в электронном виде по Ульяновской области идет широкими шагами, скажем так. Если в 2017 году с момента введения изменений в действующее законодательство, которое ввело листок нетрудоспособности в электронном виде в оборот, было 40 лечебных учреждений из всех лечебных учреждений Ульяновской области, что составляло там порядка 43% от общего количества, которые вошли и приняли этот оборот листка нетрудоспособности в электронном виде, то в настоящее время это уже 68 лечебных учреждений. Это составляет порядка 73%. И если, значит, на, в принципе, сегодняшний день, вот, ну, грубо говоря, на 5 июля, выдано листков нетрудоспособности в электронном виде, порядка 46 тысяч. Если сравнивать с другими регионами в целом по стране? Если в целом по стране сравнивать, ну, скажем так, вот, оперативные данные, которые мы смотрим по нашим базам, на сегодняшний день Ульяновская область занимает третье место в Приворском федеральном округе, впереди нас только Республика Татарстан, Республика Мордовия и девятое место по России. Что еще хотелось бы рассказать, что, в принципе, есть, ну, скажем так, те, кто активно применяют данный вид листка, и если из государственных и больших учреждений можно назвать такую, как центральная клиническая медико-санитарная часть, это порядка 7,5 тысяч листков нетрудоспособности. В районах, ну, нельзя не отметить Новоспасскую районную больницу, если из частных клиник, то это, наверное, ООО Панацея. Ну, это вы говорите о лечебных учреждениях, но тут же еще есть три стороны. Работодатель, сам человек, то есть заболевший гражданин, получивший листок, и фонд социального страхования. Для них каковы итоги? Ну, с учетом вот тех цифр, о которых я сказал, то поскольку листок нетрудоспособности в электронном виде набирает обороты в применении Пулянской области, то 46 тысяч работников получили этот листок нетрудоспособности по тем или иным причинам, это либо болезнь, либо там, скажем так, радостные события рождения ребенка, и в этот, я так полагаю, что это все-таки серьезный показатель того, что ульяновцы, может быть, уже не совсем ждут синий бланк, когда знают о возможности получить еще его в электронном виде. Конфликтные ситуации в ручном режиме приходилось разруливать? Да, конечно, особенно на первоначальном этапе, когда все это, то есть, вошло в жизнь и нужно было, да, где-то чего-то не хватало, настрой работы самого регионального отделения, то есть, пришлось прилагать ряд усилий в это для того, чтобы, то есть, войти в плановую, в нормальную работу, как любое нововведение, оно требует каких-то физических, моральных затрат. И вот на сегодняшний день практически, то есть, подводя итоги года, мы уже достаточно давно работаем в плановом рабочем режиме. И, пожалуйста, все-таки давайте напомним процедуру получения электронного больничного, как это выглядит, и, главное, сделаем им упор, что это федеральный закон, действующий в стране. Ну, тогда с этого и начнем, что листок нетрудоспособности – это не эксперимент, это не пробы, это действующее законодательство, которое обязаны исполнять все участники этого процесса. При этом один из участников, как вы говорите, четырех, то есть работник, имеет право выбора. Но при этом право выбора заключается в том, что либо листок нетрудоспособности на бумажном носителе, либо листок нетрудоспособности в электронном виде. И если что-то работник выбрал, то есть вот этот выбор и за ним сохраняется. Сказать о том, что дайте еще и дубликат на синим в этот, то есть есть выбор о том, что получил листок нетрудоспособности в электронном виде, значит, с ним уже и дальше до момента выплаты. Если на бумажном носителе, то и на бумажном. Это первый этап, чтобы работник мог определиться о том, что он хочет – реализовать свое право, которое предусмотрено ему законом. А далее в реализации этого права медицинское учреждение выдает листок нетрудоспособности, вернее, не выдает листок нетрудоспособности, а выдает уникальный номер, запрашивая его через свой личный кабинет в фонде социального страхования. Присваивается этот номер. И с этим уникальным номером работник уже с талоном, то есть по окончании болезни, либо периоду нетрудоспособности, обращается к работодателю. Работодатель, опять же, через электронные сервисы, в том числе и личный кабинет страхователя, Может увидеть этот листок нетрудоспособности, дополнить его теми необходимыми данными, которые нужны региональному отделению для назначения выплаты и электронным реестром направляет его в региональное отделение. Региональное отделение обрабатывает этот листок и принимается решение о выплате. При этом для работодателя существует 5 дней с момента получения листка нетрудоспособности в электронном виде на обработку его и 10 дней для реализации фонда социального страхования, то есть регионального отделения, для назначения выплаты. То есть проверить документы и выплатить. На мой взгляд, второй путь более оперативный, менее затратный со стороны бюджетных средств. Ну, если говорить о бюджетных средствах, да. Ну, первое, что происходит, экономия в целом по стране за счет того, что, поскольку сам бланк листка на бумажном носителе является блаком строгой отчетности, он защищенный, расходуются определенные средства, если по стране, то есть это немалые средства для его просто выпуска. Кроме того, как бланк строгой отчетности, он имеет определенные требования к его хранению, перевозке и так далее. То есть вот эти средства за счет применения, большего применения листка нетрудоспособности в электронном виде, конечно, они экономятся. И наши лечебные учреждения по этому пути пошли. Работодатели? И не просто пошли, да. То есть я же говорю о том, что если начиналось с 40 лечебных учреждений, то сегодня это их 68. 8, то есть поэтому и дальше, и больше, то есть начинает, и остальные, то есть находятся в этом процессе и начинают использовать его все больше и больше. И здесь мы впереди даже в Московской области. Да. Как так получилось? Ну, я не могу судить коллег и в это, значит, мы постарались, у нас получилось. Каким образом работодатель, а нет, не работодатель, а работник может узнать о начислениях по больничному? Работник может получить такие сведения в личном кабинете застрахованного лица. Порядок регистрации, то есть существует электронный ресурс кабинет.фсс.ру, но получить доступ в этот работник или гражданин может предварительно зарегистрироваться на портале госуслуг. В госуслуге. Да, через портал госуслуг, потом происходит идентификация в этом ресурсе. И отсюда уже видно, то есть выдан, где он находится, на каком этапе и так далее. Что позволяет работа в личном кабинете увидеть, иногда возникают ситуации, когда у работодателя в тех предоставляемых сведениях появляются какие-то ошибки. Мы не возвращаем, мы выставляем требования, либо извещения о том, чтобы внести изменения. Это особенно связано с расчетом, с заработной платой. И вот тут вот, то есть вот этот возврат в этот, иногда работник звонят, спрашивают о том, что где мой листок нетрудоспособности, когда мне заплатят. А в личном кабинете он сразу может видеть, то есть на какой стадии и где находится вот этот вот лист нетрудоспособности. То есть для того, чтобы отследить его прохождение и уже с момента назначения, и сколько ему назначено, он может увидеть через вот эти электронные ресурсы. Такой же кабинет есть и для работодателя, как для страхователя, где он может увидеть о том, что его работнику открыт больничный лист, что он находится на больничном, что почему, по какой причине он не присутствует на работе. Это тоже будет видно и порядок прохождения, то есть из медицинского учреждения к нему, то есть это все будет заметно. Теперь о пилотном проекте по прямым социальным выплатам. Это пока эксперимент, а не закон, да? Да, прямые выплаты, так называемые, это пилотный проект, проходящий во многих территориях Российской Федерации, в том числе и в Ульяновской области. Каких социальных выплат он касается, прежде всего? Он касается выплаты пособий по временной трудоспособности, по терминным причинам, в связи с болезнью, в связи с рождением ребенка, в связи по уходу за ребенка, то есть вот в этой категории. Преимущества, это прямые. При наличии, скажем так, листка нетрудоспособности в электронном виде и прямых выплат, они увязываются, и в связи с этим, первое, что выплаты по вот этих пособий не привязаны, как ранее, к выплате заработной платы, либо аванса. То есть мы, получив документы для начисления и выплаты, отрабатываем их, установленный законным сроком. Максимально возможный срок, который нам дает закон, 10 дней. В настоящее время статистика показывает о том, что при наличии правильно оформленных документов мы их отрабатываем в течение двух рабочих дней. Соответственно, с момента получения обрабатываются, на следующий день готовится приказ, то есть вот на третий день практически работникам уже перечисляются ему средства тем или иным способом, которые он выберет. Кстати, вот о чем мы говорили ранее, работник еще и вправе выбрать способ получения средств, которые ему нужны. Либо это будет карта зарплатная, либо это будет счет, либо в конце концов это будет денежный перевод. Основная масса сегодняшний. На сегодняшний день ульяновцы выбирают перевод на зарплатные карты. Ну да, деньги, наличные постепенно уходят из оборота. Ну это жизнь. Из жизни, да. И таким образом только вам закрыли больничный, вы предоставили сведения, два дня и пошли выплаты, да? Как только нам сведения от работодателя поступили, да, то есть мы обрабатываем их вот в течение двух рабочих дней и приказом, то есть деньги уходят уже на те счета, которые указаны работникам. Ну большая масса, наверное, все-таки это связано с какими-то декретными пособиями. Ну и болеют тоже часто, то есть мы можем провести и такую статистику, ну как бы наша задача, являясь финансово-кредитным учреждением при правительстве Российской Федерации, фонд по положению, наша задача обеспечить вот этими выплатами работника, причиной в этот. Конечно, хочется, чтобы при рождении их было всегда больше. Есть ли в правительстве Российской Федерации планы в том, что в той части, чтобы совсем отказаться от бумажных носителей и внедрять только электронные версии? Ну я также, как и вы, и в силу функциональных своих обязанностей, как руководитель, конечно, слежу за средствами массовой информации где-то на официальных сайтах. На сегодняшний день, с учетом тех планов, которые поставил президент России по поводу цифровой экономики и перевода ее в такой цифровой формат, я полагаю, жизнь все-таки к этому придет. И, по крайней мере, выступление членов правительства и депутатов Государственной Думы говорит о том, что как развитие это пойдет и дальше, я думаю, что мы все равно к этому придем. И жизнь нас, если не заставит, то, по крайней мере, мы привыкнем к этому, это будет обыденной частью нашей жизни. Что многие вещи, в том числе листок нетрудоспособности, будут иметь цифровой вид и только. А какие-то санкции за отказ оформления электронной версии предусмотрены? Я, честно говоря, о случаях отказов в больницах, таких вот, что когда есть техническая возможность, либо еще что-то, вот просто отказать в этот, я о таких случаях не знаю. Да, встречаются моменты, когда нет либо технической возможности, либо что-то, то есть, там, недоработанного в организации. Были случаи, пока единичные, отказов работы дателей в приеме листка нетрудоспособности в электронном виде. Но в данном случае представители страхователей должны понимать о том, что компенсации предусмотрены трудовым законодательством. И это требование закона о возмещении средств. При том, что первые три дня оплачивает работодатель за счет своих средств. Это тоже требование закона. Поэтому отказ в приеме листка нетрудоспособности в электронном виде в любом случае влечет, ну, как минимум, административную ответственность. При таких случаях, когда, то есть, мы видим, ну, этот материал и направляются в Государственную инспекцию труда и в прокуратуру в Леонидской области, для того, чтобы принимались меры уже в рамках тех функций, которые возложены на эти органы. У Фонда социального страхования таких функций контрольных и привлечений в данной части к ответственности нет. Но мы этой информацией делимся и в рамках имеющихся соглашений с иными федеральными структурами, но и в рамках тех рабочих, тесных взаимоотношений, которые сложились с иными федеральными структурами, в том числе и с прокуратурой, с Государственной инспекцией труда. То есть, на сегодняшний день вы видите только положительные стороны и на территории Ульяновской области этот процесс все ширится и ширится. Да, это так. И, ну, из тех, может быть, о тех, о чем мы не сказали еще о положительных сторонах. Ну, первое, что в отличие от бумажного листка нетрудоспособности электроны нельзя потерять. Он существует, то есть, вот в этой форме, и все его могут отследить. И мы можем отследить работодателя, работника в этот. Это первое. Второе, то есть, о чем мы с вами говорили, о том, что, то есть, это экономия, достаточно большая экономия бюджетных средств на изготовление, хранение, перевозку, выдачу, учет и так далее. То есть, листка нетрудоспособности в бумажном. Ну, и самое главное, в принципе, хотя такие случаи становятся все редко и редко, его нельзя подделать. То есть, тут еще определенная защита прав работодателя с точки зрения того, что фальсифицированный лист не попадет в обработку. Такие случаи выявлялись и на ранее, и на территорию Ленинской области, вплоть до возбуждения уголовных дел. Если электронные больничные с территории другого региона, никаких проблем не возникает? Никаких проблем не возникает. Мало того, этот принцип, и в том числе, и по оказанию государственных услуг экстерриальности, то есть, ничего не существует. Вот работодатель здесь, работник здесь, он мог заболеть в отпуске, на отдыхе, еще что-то, получить листок нетрудоспособности в этот. И самое главное, цель всего этого, это защита его прав и возможность компенсации за тот утраченный заработок в виде пособия по временной трудоспособности. Поэтому никаких проблем не существует. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Я напоминаю телезрителям о том, что сегодня в студии у нас был руководитель регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации на территории Ульяновской области Сергей Валентинович Фролов. Спасибо за внимание еще раз и до свидания. Спасибо. Спасибо.